И вуаля, наше дерево посажено по всем правильным технологиям. Друзья, сегодня мы в гостях у Анны Чапман. Самое главное, нам сейчас немножечко земли перемешать с вашим плодородным грунтом. Мы вообще только недавно купили эту землю, и вообще мне очень нравится с ней работать. Хочется подойти просто и вот так вот обнять. Я вообще очень давно уже забыла в своей жизни, что такое стресс. Кто, если не я? Кто, если не мы? Всем привет! С вами Маша и Катя. Сегодня мы едем к Анне Чапман и будем сажать ель. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующее видео. А также пишите в комментариях, кого бы вы хотели видеть у нас в гостях. Поехали! Как вы уже догадались, сегодня мы сажаем вот эти пушистые ели. Ели вырастают до 50 метров в высоту, они неприхотливы и просты в уходе. Их очень часто высаживают как в живую изгородь, а также они вписываются в любой уже созданный ландшафтный дизайн. Друзья, сегодня мы в гостях у Анны Чапман. Анна, здравствуйте! Здравствуйте! У вас великолепный участок и, честно говоря, очень хотелось бы, чтобы вы провели экскурсию. Мы вообще только недавно купили эту землю. И вообще мне очень нравится с ней работать, очень нравится облагораживать ее, садить газон, цветы многолетние, кустарники, деревья. Это очень было такое благоприятное для души занятие. Вы сами занимались дизайном своего участка? Ну, я вообще считаю себя организатором всего процесса. Конечно, есть специалисты, которые непосредственно специализируются на ландшафтном дизайне, на каких-то других направлениях. А я просто всех этих людей, так скажем... Аккумулируете в одном месте? Да, соединяю и слежу за выполнением. Вообще участком именно конкретно с землей мы занимаемся только последние три месяца. Вот, а все остальное время я строил дом. Так, мы одну елочку зачалили, идем сейчас искать вторую. Вот она. На самом деле мужская работа, но мы девушки создания хрупкие, мы можем чалить, грузить. Единственное, что я не умею делать в этой работе, это, наверное, управлять манипулятором. Поднимай! Ели это вообще неубиваемые деревья, они могут расти совершенно в любых условиях. Глина, песок, вырастают ели до 50 метров, у них пирамидальная пушистая крона. По продолжительности жизни насчитываются даже за 600 лет. По моим ощущениям, что одна из самых изумительных частей все-таки вашего участка, это именно близость к воде. Озеро было основополагающим, скажем так, для принятия решения в выборе? Конечно, конечно. Очень сложно найти участок на воде, так, чтобы можно было прям выходить непосредственно к земле, потому что есть определенные правила. Вода была главной причиной, почему я выбрала место именно здесь. Ну, мы часто здесь делаем шашлыки, делаем узбекский плов. Ну, собственно, на общение главное. Здесь очень хорошие люди собрались, а для меня очень важны люди. Сейчас наши посадчики правильно складывают. У нас сегодня посадка 13 елок. Этот автомобиль, он маленький, манипулятор. И максимум, сколько в него помещается, это 13-14 деревьев. Поэтому нужно все правильно сложить, чтобы все эти ели поместились. Дополнительно будет еще и грунт. Земля, свой дом, они предполагают некое участие человека, ну, вот что-то руками с вами делать. Что-то у вас есть, какое-то именно вы любите делать? Мне вообще приносит удовольствие все в этом доме. Мне и дом нравилось строить, и, в принципе, облагораживать все здесь нравилось. Мне, ну, в основном, получалось командовать людьми, но это мне тоже приносило удовольствие. Поэтому, ну, мне казалось, что я сама это делаю, потому что я же не буду с лопатой копать землю. Но я стою рядом с человеком, кто это делает. Непосредственно участие принимает. Я, можно сказать, получаю энергетику позитивно от того, что было плохо, стало красиво. Как вы заметили, корневая система, обращу ваше внимание, находится в мешковине и в сетке. При посадке мы ничего не снимаем. Мешковина у нас перегнивает через два месяца, сетка, как правило, перегнивает через год. Поэтому технология посадки в этом случае у нас становится простой. Ком уже сформирован. Нам остается только подготовить посадочную яму и правильно установить этот ком. Засыпать землей и вуаля, наше дерево посажено по всем правильным технологиям. Все, погрузка наша закончена. Мы отправляемся на участок. Сегодня мы будем сажать 13 елей. Будут справляться со стрессом. Дача помогает все-таки? Это природа, вода. Я вообще очень давно уже забыла в своей жизни, что такое стресс. Если я не ошибаюсь, вы достаточно много времени прожили в разных странах, в том числе и Европа, и Америка. Есть какие-то отличия владения домом и землей? У нас прям это вот традиция некая. Обязательно у каждой семьи должен быть загородный дом. А вот Европа, Америка, они как-то отличаются? Да, на английском языке даже загородный дом, собственно, иностранцы называют словом дача. Потому что это абсолютно русское понятие. Но и в США очень популярно на выходные выезжать за город. Очень популярно. Анна, смотрите, какую красивую елочку мы вам привезли. Давайте сейчас вместе примем участие для того, чтобы ее посадить. Ребята уже подготовили нам посадочную яму. Мы установили ком. Самое главное нам сейчас немножечко земли перемешать с вашим плодородным грунтом. Ком мы почти закопали. Он немножечко будет торчать, миллиметров на 5-10. Почему? Потому что земля весной может дать усадку. И чтобы он вообще у вас глубоко не опустился, корневая шейка не заглубилась, в принципе, мы его на таком уровне оставим. Мы сделаем растяжки, чтобы оно стояло у вас ровно. Пока оно 100% не приживется, хвойники, как правило, приживаются 2-3 года. Анна, расскажите немножечко о себе. Вы стали дизайнером, собственно, бренда одежды. Вот расскажите, пожалуйста, подробнее, что вас к этому, скажем, так сподвигло, и как планируете развиваться в этой сфере? Ну, во-первых, опять-таки, я не дизайнер, а организатор и просто владелец. А у дизайнера у меня были наняты девчонки, разные талантливые люди. Я просто собрала всю команду, так же, как здесь, в участке. У нас это хорошо получается. Похоже. Собственно, всегда хотела заниматься одеждой. И просто для меня это явилось таким, так скажем, способом выразить себя. Мы делали такую философскую, у нас была немножко задумка. Мы использовали русские орнаменты, брали очень много билибинских тем, мезинские лошадки, северная длина. Просто красили эти рисунки в модные цвета современные, делали лекала, которые сидят хорошо. Очень часто там какие-то модные направления использовали. Понятно. А почему выбор пал на российские орнаменты? Это как-то вот русская душа просит русскую культуру в массы? Или все-таки это какой-то более маркетинговый ход? Ну а кто еще это сделает? Кто, если не я? Кто, если не мы? И я бы считала, что время правильное для этого и сделала. Ну все, елочка посажена. Теперь осталось самое главное интересное. Это разрезать нашу белую веревочку. Вот здесь разрезаем. Снимаем белую веревку. Люди вообще не самых древних времен, вы знаете, они просто поклонялись лесу. И они считали, что в деревьях живут духи, от которых зависит дальнейшее благополучие и плодородие почвы. И поэтому существует такое поверье, что люди, они в декабре украшали ели всякими разными игрушками, какими-то подарками. И они надеялись, что эта елочка, она будет отгонять злых духов и приносить вот именно в ихний дом что-то такое светлое, что-то доброе. Эта ель, она символ благополучия, символ жизни вообще. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok